Всем привет, с вами Руслан Михайлов, политобозреватель. Сегодня с вами поговорю про свой регион. Я проживаю в Татарстане, в столице Татарстана, это город Казань. В связи с тем, что на Поволжье снежные бури пришли, три метели были мощных, три где-то. Где-то через день эта метель длилась, приблизительно. Но дело не в этом. Нас так сильно замело, власть начала жаловаться, плакаться. Это метели виноваты, выезжали трактора, очистили трассы, забывали про города. Ну что я могу сказать, ребятки. Вот недавно Мениханов сказал, что сейчас у нас в Татарстане началась снежная буря. План операции. Хорошо, я вчера поездил по городу. И что меня удивило, братья. Удивило то, что я поехал по центральному району города. У нас есть Насовиновский район, это считается вторым центром. По длинной улице проехал, по Чистопольской. Вот, если мне служит мэр, я советую вместе с мэром, с Менихановым поехать по Насовиновскому району. Только видела один трактор. Бедняжка едет и убирает снег. Не вижу камазов, чтобы вывозили снег. Все, выезжаем за пределы этой улицы. Там бардак. Снег по колено, если не по горло. Ничего не убрано. Какой план Буран, ребята? Товарищ Мениханов или господин, не знаю как вас назвать. С таким планом Бураном надо увольнять мэра города. Привлекать его к уголовной ответственности, что он ведет нас в коллапс снежный. И плохо вы с этим справляетесь. Я не знаю, чем вы там занимались летом. Может на Гавайские острова ездили и забыли. Закупить трактора. Сделать так, чтобы у вас рабочие руки хватали, кто будет водить эти трактора. Я хотел бы напомнить своим подписчикам и гостям моего канала, что сейчас уже 21 век, никто лопатами не копает и не чистит. Большие тротуары, они у нас широкие в Казани. Их чистят и убирают. Это уже техника. А техникой управляет человек. Это только придомовой территории. Двор не ходит, около подъездов убирает снег. Все остальное это делает трактор. По своему району, хочу сказать, вообще тракторов не видно. Один-два трактора и все. И они не успевают все убрать. То есть у нас коллапс. Уж про мой район вообще молчу. Вот, что я могу сказать. Вчера я поехал, пробки, невозможно, я живу на окраине города, невозможно сам город заехать. Я тоже в городе живу, но просто далеко от центра. Невозможно ни заехать, ни выехать. Потому что все едут, не все дороги почищены грамотно, качественно. Потом приезжаешь в какой-то район, в любой выбирайте район, невозможно припаркануться. Это такой план Буран у нас. Ну да, план называется, знаете как, не Буран, а лентяничество и разгильдяйство. Вот, что это называется. Я считаю, что пора Путину, нашему действующему президенту Российской Федерации, пора обратить внимание на регион Татарстан. Видимо, Путину кажется, что у нас все хорошо. Но хотел бы напомнить, с вырубом вот этого отопления под Москвой, он не сделал выводы никакие. Потом яйца стали дорожать. Он пообещал, что яйца скоро будут дешеветь. Сегодня у нас какое число? Уже 24 января. Яйца как были дорогими, так и не остались. Ладно, переходим. Что сейчас произошло после вот этих всяких метелей? Вроде говорят, уже почистили трассы. А у нас перебои начались. С молоком, с яйцами. У нас в магазинах в основном все эти магниты, им пятерочки. А нету практически молока. Вот я недавно ходил в магазин, а в пятерке нету молока. Зашел, опа, нету молочка. Яйца тоже в прилавке почти пустые. Один там парочку яиц. Осталось 120-130 рублей стоит. Да, можно за 100 рублей купить яички. Ну, там вот такое маленькое яичко, что даже, знаете, бесполезно его покупать. Там надо будет не десяток покупать, а пять десятков. В итоге, я вообще, что хочу сказать. У нас в Татарстане начались перебои с молоком, вообще с продовольствием. И вот даже, давайте сошлюсь на газету, бизнес онлайн. Они в газете печатают, и онлайн у них еще есть статьи, где они печатают, у них сайт. Вот ссылаюсь, если вы не верите. Вот ссылочка будет приложена в описании моего видеоролика, где бизнес онлайн сделал такую статью и написал. Она вышла сегодня. Еще немного, и пришлось бы на лошадях продукты возить. Как Казань выбирается из снежного плена. Вот, это у них, кстати, от 22-го числа. Полки магазинов начали пустить. На восьми улицах прорвало трубы. Аренда КамАЗа 8 тысяч в час. Это пишет бизнес онлайн. Полностью статью вы можете почитать в описании видеоролика, на этот источник будет приложен. Это статья 22-го января. Сегодня у нас 24-го января. Я уже своей маме звонил. Моя мама говорит, тоже у них перебой в ее районе. Молоко невозможно купить. Она бегает по несколько магазинов, чтобы взять ей хотя бы один пакет молока. То есть у нас бардак идет. Я считаю, что глава республики Рустам Нургалевич Мениханов должен резко отреагировать на это. Он должен вызвать на ковер мэра города. Все, что происходит в нашем городе, за это несет и мэр города ответственность. Значит, мы должны сделать так, чтобы эти КамАЗы быстрее доехали до города. Значит, надо какие-то улицы, где соединять с трассами, перекрыть, все легковушки отменить, поездок. И чтобы только фуры ехали. Я уже не знаю, это так я накидываю план действий, какой надо делать. Надо кинуть все технику. Если у вас не хватает рабочих рук, у нас много тунеядцев, алкоголиков, привлечь ИПшников. Вперед, давайте, грузите, чистите, садите их на трактора, кто у нас умеет водить. Ну, это так, или мигрантов закупайте. Я, кстати, против мигрантов. Я не хочу говорить сейчас про мигрантов, но я против, чтобы за место гражданина Российской Федерации нас заменяли какие-то мигранты. Вот, некоторые говорят, о, сейчас у нас мигрантов меньше стало, вот поэтому у нас такой бардак. Это так мне люди некоторые говорят на улице. Ну, что я могу сказать, вот, бардак, у нас нету молока толком в магазинах. Яйца как были дорогими, так и стали. А, да, я забыл, Путин же нам сказал перед Новым годом, меньше кушайте яички. Вы стали много кушать, вот поэтому у нас подорожали. Самый неудачный ответ тогда был Владимира Путина. Многие даже люди, которые с позитивом относились к Путину, в том числе и я, мы начали уже покритиковать наши действия президента, потому что ответ был отрицательный. И многие люди не понимают, почему Путин так заявил. Вот, перебои идут. Вот мне некоторые пишут, подписчики или гости моего канала, ну, типа, спрашиваясь с Миниханова, если у вас там что-то идет вовремя, улицы не убрали. Знаете, ребята, с Миниханова бесполезно спрашивать. Я вам скажу, как юрист, я уже много жаловался в различные инстанции. Самый лучший ответ раньше до выборов, сейчас же выборы у нас начинаются, агитация как бы идет, да, вам скажу бесплатный совет. Если вы хотите, чтобы быстро власть отреагировала, вам надо писать именно Путину. Оттуда быстрее идет бумажка, приходит, не знаю, золотая или нет, или с кулачком, и тогда власть начинает шевелиться. Насчет дорог, я уже жаловался до метели. Я лично писал Миниханову, не знаю, Миниханову это передали или нет, его помощники или секретари, уже не знаю. Я в раздел Миниханову писал, нашему действующему, вот этому главе республики. Не вижу, что улицы были хорошо убраны. Не вижу, ребята, не вижу. Поэтому писать надо напрямую Путину. И даже когда пишешь напрямую Путину, тоже что-то забуксовка идет именно. Может так на власть так влияет в будущие выборы, я уж не знаю, что сказать. Но, ребята, мне уже напоминает, что начинается начало 90-х годов. Даже конца 80-х годов, когда, помните, при Горбачеве были перебои, а я это хорошо помню, я был ребенком. Я помню, как я в очередях стоял. Потом в 90-х годах, как я стоял в очередях. Вот мне что-то напоминает, что начинается 80-90-е годы. Есть признак, потому что начинаются дороги плохо убираться, начинается задержка продукции, питания завозиться. И самое главное, что печально начинает дорожать яйца. Кстати, еще хотел бы напомнить, что в Казани уже дорожает молоко. Мне мама заявила, что в какой-то магазин зашла, а там уже молоко стоит намного дороже, чем было там до Нового года. Это я понимаю, сейчас ссылаются, типа, ну сейчас перебои идут, поэтому дорожает. Я, воборот, считаю, что пора уже привлекать прокуратуру, ФСБ о проверках магазина. Тем более, когда идут перебои с продукцией питания, продукция питания не должна дорожать. Она должна даже дешеветь. Чтобы и делать так, чтобы не мог человек прийти и в ящик купить молока или еще чего-то. То есть надо на руки давать только два пакета. Но если перебои идут, надо всех обеспечить граждан с этим. Я в свое время сам лично Путин об этом говорил. То есть я хотел бы напомнить, что в Поволжье у нас идет не только проблема пришла после метели, но связано с коллапсом дорог, тротуаров. До сих пор не все еще убрано. Еще идет уже продовольственный коллапс. Вот к чему я говорю. Не знаю, как его будет власть наша разруливать, но это надо быстро это делать. Потому что эта болезнь может перекинуться и на граничащие регионы Поволжье. Вот и все. Это факт. Нравится кому-то это или нет. Поэтому надо власти реагировать. Но тут должен не только Миниханов резко реагировать, но и Путин. Путин должен спрашивать напрямую. А можно даже в гости приезжать, каждому по региончику и узнавать, и уточнять. У него здесь тоже есть помощники в Татарстане. У него здесь тоже есть кабинет президента, находится у нас в Татарстане. Поэтому должны докладывать Путину, что у нас здесь происходит. Поэтому проблемы идут. И, кстати, я хотел бы напомнить, что ряд других и в Волжске уже проблемы есть. Вообще в Татарстане ужас, что происходит. Поэтому надеюсь, что Миниханов сделает выводы и даст по шапке мэру города. У нас мэр города Медшин. Все, что происходит в городе, в первую очередь несет ответственность мэр города. А потом уже глава республики. Это Миниханов. Ну и за всю страну отвечает Путин. Вот так вот. Мы видим, что чем ближе к выборам идут процесс дел, что-то у нас какие-то непонятки происходят. То у нас яйца дорожают и никак подешеветь не могут. То не можем после метели убрать вовремя дороги. То у нас и продукция питания вовремя не может завестись. Я понимаю, что мы не можем на Бога обидеться, сказать, что хватит уже, помел, как говорится, дай нам передых. Ребята, надо иметь в большом количестве технику, надо иметь к этой технике специалистов, и чтобы они хорошо убирали снег. И напоследок, у нас даже уже снег не вывозится в Татарстане. Я не вижу, очень мало вывозит снег. Зайдите в любой район, даже в центральный район, увидите сколько этих бугорков у нас от снега. А Мениханов недавно сказал, что его много вывезли снега. Что-то Мениханову плохо докладывают. Может быть, где-то вывезли, а где-то не вывезли. Я считаю, что Мениханову надо сделать экскурсию по всему городу. От начала до конца города. Может, он по центру города прошелся. Где там Кремль у нас в Казанске находится. Там, да, скорее всего, его там вывозят. А вот на Савиновском районе не вывозят. В Салаватку по районе не вывозят. В Кировском районе не вывозят. Я вчера там поездил, ребятки. И у меня волосы стали дыбом. Вот так вот. К сожалению, вот такая у нас идет коллапс. Сначала был снежный коллапс. А теперь снежный коллапс еще даже не закончится. Уже идет продуктовый коллапс. Но надо что-то с этим делать. Мне это не нравится. Вот с такой новостью с вами поделился. Сказал свое личное мнение. Подписываемся на мой YouTube канал. На мой Дзен канал. Ставим два лайкосика. Комментарии приветствуются. Пока-пока.